Муртаза, ты сильный, ты как я, ты моя кровь. На роль Упырихи свекрови Зулихи претендует Джамиля Софиулина, говорить, что ей близка история и судьба персонажа. Упыриха олицетворяет в себе всю женскую долю женщины-татарки. Может она где-то кажется жесткой, где-то этой, но все равно она очень такая мощная женщина. В рашаном закуте, где злотят царапожий в ряд, Семерых ощенил сука, рыжих семерых щенят. Пенсионер Анатолий Данилов любит литературу не только стихи Есенина, но и прозу Гузель Яхиной. Это довольно мне знакомая тематика, Колымский рассказывает, Шаламова и так далее, и так далее. Сам я в молодости работал помощником режиссера. Волнуются, репетируют. Кто-то поправляет макияж, кто-то в раздумьях, а кто-то снимает стресс по-своему, в надежде, что с ним после кастинга все-таки свяжутся. Хотели бы, например, главную роль на стихоматуре? А, конечно, хотел бы. Либо на начальника железной дороги, либо на начальника в следственном изоляторе, там у них роль была еще. В Татарстане будет построена гигантская декорация сибирской спецвоселения Семрук, куда попадает главная героиня книги Яхиной. Кама будет Ангарой. Режиссер Егор Анашкин, он снимал несколько сериалов для федерального телеканала. Сегодня главная задача – отбор актеров для массовых сцен. То есть там же есть события, которые происходят в Ангаре, а есть которые, конечно, непосредственно в Татарстане. То есть вполне логично, чтобы татары играли татарей. Напомним, что Роман Гузельяхиной получил главную национальную премию «Большая книга». Это история женщины из небольшой татарской деревни, которую выдают замуж в 15 лет. Затем она переносит много страданий и потерь. И несмотря на то, что Роман уже стал бестселлером, не исключено, что многим новый фильм откроет глаза и на книгу. Кастинг продлится еще три дня. Завтра будут отсматривать детей. Что касается самих съемок, они стартуют в августе-сентябре этого года. Татарстанские локации – это Чистополь, Лаишевский район и Казань. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова